Запросы на дружбу, добавляйтесь в число подписчиков Федерации Настольного Конституции России. Хороший канал, который представляет вашему вниманию действительно информативную ленту событий, новостей, анонсов, всего того, что происходит в мире Настольного Конституции нашей страны. Ну, у нас продолжается программа встреч у мальчиков до 13 лет. Тихан Аправимов. Именно эти спортсмены встречаются сейчас за вторым столом. 5-1 в первой партии Пиханов. Сергей Пиханов, он из Республики Бурятии. Улан-Удэ и Егор, простите, Саид Раимов представляет город Казань, Республику Татарстан. 7-2 впереди Пиханов. Первая карта. Напомню, что сегодня по четыре тура. Сыграют девочки и мальчики. Девочки уже сыграли свои четыре тура. С десяти до двух была программа групповых квалификаций у девочек. И сейчас уже, по-моему, если не ошибаюсь, уже идут встречи заключительного захода четвертого тура у мальчиков. Что-нибудь, я думаю, ближе к половине восьмого у нас закончится игровая программа второй половины дня. 11-5. Сергей Пиханов доводит первый сет до победы. И у нас перерыв. Великолепный зал, надо сказать. Несмотря на то, что сейчас в Чебоксарах уже, я бы сказал, ну еще не жарко, конечно же, но уже достаточно тепло. Хотя еще к вечеру сейчас попрохладнет. В зале хорошая температура. Ну, может быть, чуть-чуть на пару градусов поднялось по сравнению с утром температура. Однако комфортно себя чувствуют участники и участницы первенства России среди мальчиков и девочек до 13 лет. И у нас все создано для того, чтобы мы с вами наблюдали теннис на максимально возможном для участников уровне. Пожалуй, главными фаворитами соревнований у девочек является... Да, я посмотрю на фото. Дотовим фото. Ну, вернусь к фаворитам Варвара Толмачева и Амина Лембетова. В этом варианте главных фаворитов сходятся практически все. Первая позиция у Варвары Толмачевой и на второй позиции Амина Лембетова. Ну, достаточно хороший задел по рейтингу. Выше тысячи рейтинг уже у Варвары Толмачевой. Что не может не вызывать, но просто-таки колоссального уважения у всех ее противниц, подружек и тренеров и представителей регионов. Очень высоко оценивают ее и игровые, и тактические возможности. Я бы, наверное, сказал, что по результатам бесед здесь с тренерами много пытаюсь я брать интервью. Скажем так, экспресс интервью у тренеров. Я бы так сказал, 70 на 30 преимущество по прогнозам у Калмачевой. Но это ни в коей мере не умаляет шансы Амины Лембетовой. У мальчиков Евгений Босов, Межегородец. На первой позиции рейтинг и 100 участников первенства России до 13 лет. Наверное, главный фаворит. Ну, опять же, мы говорим всего лишь о том, на чьей стороне прогнозы, кто является лидером прогнозов. Поехали. 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 КОНЕЦ Пиханов 1-0,86 преимущество в два мяча во второй партии у представителя Республики Бурятия. КОНЕЦ ПОЦЕИ ПОЮТ гаджеты пиханов пока не дает нам шансов усомниться своем достаточно явном преимуществе 2-0 впереди сергей но тренером раимова придется сейчас на ходу что называется уносить коллектива в игровой рисунок и искать хоть какие-то возможности для управления ситуацией и и и и и и и Саид Раимов, 2011 года рождения, он из города Казань, тренер у него Степанова Кудряшов, 149 баллов в рейтинге ФНТР у Саида. Ну и что касается Сергея Пиханова, то у него преимущество почти на 200 очков, моложе он своего соперника почти на год, 2012 года он из Улон-Удем и тренер у него Алексеев. Ну как мы уже говорили, возглавляет рейтинг сильнейших участников первенства России до 13 лет Нижегородец Евгений Досов. С рейтингом 591. На вторую позицию Матвей Мананков в Санкт-Петербург. Далее идут Леонид Хитилов из Интуки. Леон Власов из Эктеренбурга на четвертой позиции. Денис Якин из Балашихи на пятой позиции. Далее Кирилл Кантаев, Оренбург Захар Житнюк. Также Оренбург Уляшев Тимофей из Самары на восьмом месте. Далее Назар Бакиров и замыкает топ-10 участников первенства России. Евгений Нескин из Оренбурга. Ну и Назар Бакиров добавляет. Также из Оренбургской области, из города Саракташ. Пеханов близок к удачному для себя завершению этой встречи. 2-0 и 10-6. Это 4 матчбола. Спокойный очень парень. Не видел я его в состоянии потери контроля. Завершается встреча.